Этот день для ребят, отдыхающих в пришкольных лагерях дневного пребывания, особенный – спортивный. По словам педагогов, к ежегодной спартакиаде мальчишки и девчонки начинают готовиться с дня открытия смены. Усиленно тренируют физическую форму и стараются сплотить коллектив. Ведь на кону – спортивная честь любимого лагеря. Мы уже не первый раз принимаем гостей, уже пятый раз. Нам очень нравится, когда нас посещают разные лагеря. Наши девчонки с удовольствием участвуют. Можно даже похвастаться, мы занимали практически каждый год первое место, второе место. Первая часть спартакиады только называется просто – веселые старты. Но элементы эстафеты совсем нелегкие, без ловкости и скорости не обойтись. Например, пронести маленький мяч на ракетке кажется несложно, но одно неловкое движение – и начинай сначала. То же самое с введением баскетбольного мяча. Чем задачи сложнее, тем интереснее, отмечают школьники. Но любимый этап эстафеты, который нравится всем без исключения, называется паучок. Предложили ребятам сразиться и в таких видах спорта, как дартс и мини-футбол. Причем мастерство введения мяча демонстрировали мальчики, а в меткости соревновались девочки. Мы любим выигрывать, очень сильно выигрывать. И мы настроены на победу сегодня тоже, но тут очень весело, поддерживаем свою форму, в то же время играем. Напряжение, чувство волнения, нас там поддерживают наши друзья. Мы, в общем, настроены на победу. По итогам соревнований гимназистам удалось занять лишь второе место. Ну а лучше всех выступили ребята, представляющие первую школу. Не зря команду назвали «Буран», говорит мужская часть коллектива. Было очень весело, были очень разнообразные эстафеты, было весело соревноваться с другими спортсменами. И тут мы тренировались, поэтому без ожидания. Да, тренировались. У нас очень хороший наставник Олег Игоревич, он нас тренировал. И он был всегда готов помочь нам, если мы что-то не так делаем. Если упали или подскользнулись, поддержит нас. Такие зональные спартакиады пройдут во всех поселениях района, а победители ждут приятные награды, грамоты и небольшие подарки на память. Но куда важнее ощутить вкус победы, отмечают ребята. Особенно, когда для этого старалась целая команда единомышленников.